Цель этого видео поприветствовать вас после долгого отсутствия, вспомнить, каково это краситься очень сильно, отдать дань, так сказать, моему видео о макияже и эйфории, которое было год назад, проверить, насколько изменилась моя подкорка, моя голова, мое мышление на этот счет, также немножечко влогерствовать и рассказать вам вообще, что, как у меня в жизни сейчас происходит, ну и также тематика этого видео, думаю, понятна. В общем, я долго думала, от чего можно отталкиваться целую неделю, что касается макияжа, не просто же рисовать себе яркие глаза, нужна же какая-то тематика, вот, я долго думала, 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 и у меня пришла такая идея, я очень сильно сомневалась, даже моя сестра Полина сказала, что поаккуратнее, я такая, блин, да, поаккуратнее надо быть с этой темой, потом случилось вот это. Я сейчас думала об одной идее для видео. За радугой. Я поняла, что я никак не уйду от этой темы, я хочу, правда, так делать, поэтому всю следующую неделю я буду краситься, отталкиваясь от такой великой поговорки. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Так что сегодня у нас первое число, первое августа, начало августа, мы его любимого месяца, и у нас сегодня каждый. Да, давайте начнём. Мне очень, правда, интересно, как я буду себя вести в ярких макияжах, потому что год прошёл, и я знаю, что тут... Я ещё хочу вот реально поэкспериментировать со своими навыками творческими, и если, когда я красилась для эйфории, я просто копировала макияжи, то сейчас я буду максимально пытаться как бы сама что-то делать, и это всегда сложно, мне вообще оказывается, мне плохо с фантазией. Оказывается, мне плохо с фантазией не в плане того, что я не творческий человек, но вот придумать самой, что нарисовать, нарисовать это адекватно, крайне сложно. Я сегодня, в принципе, никуда не иду, поэтому меня не сковывает моё... моё стеснение. Я хочу сделать вот такую стрелку здесь вот, и вот так вот, и она вот тут вот исходит. Ага. Могу рассказать, почему я так люблю август. Если это не очевидно, то я уж не знаю, что тогда очевидно в этой жизни. У меня день рождения в августе, точнее, в конце августа. И я очень люблю свой день рождения, и я очень жду его. Не знаю, как у вас, а у меня все дни рождения, они крайне переломные. Всегда в день рождения случается что-то, или прямо после, или прямо до, благодаря чему я такая щёлк, и я понимаю, что я повзрослела на год. Какие-нибудь истерики, как правило, это истерики. Вот, и это всегда очень интересно за этим наблюдать, не знаю. Вау, чё я раньше так не знаю, типа, или прямо до брови. Если вы смотрели мои видео про макияж и эйфории, то вы знаете и помните, возможно, как мне было тяжело находиться в обществе с яркими глазами. Я не знаю, насколько это сейчас у меня проявляется, вот, но мне кажется, я стала полегче относиться к этому. Знаете, если говорить о планах на сегодня, планирую сегодня разобрать мусор. Вот о чём я говорю, сложно понять, какую часть глаза сделать следующую, потому что часто я делаю макияжи какие-то, пытаюсь, знаете, за полчаса до выхода. Ты просто что-то делаешь и портишь всё. Одним штрихом, не там, и всё катится к чертям. Вау, они даже почти одинаковые. А мне нравится. Блин, ладно, если бы я жёлтым не офигать человека изначально, было бы лучше. А вот наш каждый макияж. Я тащусь от стрелок, и я теперь хочу делать такие стрелки всегда. Я не знаю, как я их придумала. Но вот тут, конечно, из-за того, что меня, видите, века, оно немножечко летит, но... Вот это будет классно убираться в кладовке. Хочешь посмотреть мой макияж? Хочу. Thank you. Вау. Вау? Да? И чё? Везде так дома будешь? Да. Глаз. Буду у кошки убираться так. Для кошки. А-а-а-а. Вот в чём прикол, почему надо убраться у кошки в гардеробной, что это вообще значит. У меня кошка беременная, и она у нас рожает, как правило, в гардеробной. Но вот в чём прикол, в последнее время там очень много сырья, куча пакетов, куча бутылок, там куча от яичных дел, покупка, и вот там рожает кошка, а места нет. И очень много стеклянных бутылок от разных напитков. Я не знаю, куда отсидеть, и там нет места из-за этого. И нужно сейчас это всё будет решать, так что мы сейчас пойдём всё это решать. Когда я говорила, что я никогда не выйду из дома, я вас обманула. На самом деле, я выйду на балкон, у нас здесь повар. Волшебный, вот одно из его блюд фирмы. Что это? Да, шерах. Нет. Нет. Это паста с чем? С соусом. Каким-то тайским соусом. Тайским паста с тайским соусом. Вообщем, YouTube всё... Вообщем, YouTube всё... Вообщем, YouTube всё... Окей... Овсянка с бананом на овсяном молоке. И вот, я купила книжку. Так что... Living my best life, I guess. Сейчас сидела, в принципе, днём. Монтировала видео, и... Наверное, знаете, я два месяца уже, получается, нормально снимала видосы. Но потому что мне это не нравится делать больше. Мне нравится снимать, но вот монтаж мне почему-то очень приелся в какой-то момент. Я такая, блин, я так не хочу монтировать. И мне было очень сложно принять это за монтаж. Но вот я последние несколько дней монтировала видео про русский плейлист. По идее, это видео уже на канале есть. И мне прям так понравилось. И я прям поняла, что у меня вроде закончился мой застой творческий, наконец-то. Я очень рада этому. Окей, мне нравятся мои глаза. Да, конечно, тут отпечатывается уже хорошенько так всё на веки, но ладно. Сложная часть подобрать под такие глаза одежду, потому что... Что ты думаешь? Hello? Hello? Спит. Ещё странная такая штука. Почему-то я начала немножечко какую-то тревогу ощущать. У меня давно, в принципе, её не было. Именно такой фоновой. И если она и появляется, как сейчас, то она такая слабенькая. Но всё равно неприятная, потому что чем дольше её нет, тем сильнее она даже слабо воспринимается. В общем, я сейчас немножко пописала о ней в тетрадке. И сейчас хочу пойти сделать макароны с сыром. Потому что, мне кажется, это мне поможет. Я посмотрю офис перед выходом. Если у вас тревога есть, напишите какие-нибудь советы. И вдруг вы поможете кому-нибудь. И мне тоже советом своим, чтобы справиться с ней. Это просто видео-то, как я ем. С офигенным макияжем. Короче, можно было в Калининграде купить какие-нибудь нормальные вещи. Но что купила я, я купила пуговицы. Так вот, сделай что-нибудь красивое движение. Пожалуйста. Это красивое движение. Так, если вы будете в Питере, то знаете что? Вольчик лучше, чем в душе. И дешевле, и вкуснее, и атмосфернее. Я обожаю Вольчик. В общем, на заметочку. И там все стоит 30-50 рублей. А за нею голубая, точно мамина серега. Солнце село застога. Где ж ты, радуга-дуга? Солнце село застога. Вольчик. В Тонске. Теснемся. Теснем рассказы Маши. Порка Ленинграда. you're my my kind of woman как оно работает как оно заворачивается сегодня у нас желает день желтое все вот такая штука есть это вообще краска для тела и лица достаточно прикольная и достаточно пигментированная говорю как профессионал вообще идея не то что делать сегодня я сегодня сижу дома возможно я выйду вечером прогуляться в лесу возможно нет не хочу особо мазаться тоналками просто сделать что-то вот с этим с глазами так я вообще думала о просто закрасить все века вот так вот знаете вот вот от брови вот это все а может наоборот знаете оставить здесь пустым а закрасить только в эту вот часть знаете увы сейчас настало то время когда желтый больше не ассоциируется с солнцем а ассоциируется с яндекс доставкой еды это очень у меня от этого грустно не знаю как вам мне почему-то от этого крайне грустно ну вот чего-то не хватает вот здесь вот то есть как-то это странно выглядит или нет я не знаю это прикольно это странно но как-то я и дуно радуга моя яркий мореприз радуга моя без любви в границ как ты далека от любимых глаз так так вы что и и и и а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я поняла, что это мой способ проявления любви, потому что я долго не могла понять, что у меня это способ любви Если вы не знали, я не гарантирую, что это правда Существует несколько способов любви, точнее их дофига из разряда Многие проявляют любовь через объятия, через тактильность Кому-то нужно говорить о том, что он любит человека, то есть он через слова И, соответственно, он должен там, ну, слышать в ответ это Вот, или кто-то любит кормить людей, допустим, моя бабушка Вот, и она так проявляет свою любовь И я все думала, блин, а как я, как я И я поняла, что реально мне нравится проявлять любовь через деление При помощи дележки с ними В общем, если мне понравится рассказ в книге, то я захочу принести эту книгу на встречу с подружкой И зачитать ей вслух этот рассказ А если мне понравился рецепт каких-то панкейков, я каждому, всем своим друзьям буду готовить именно эти панкейки Вот, и я такая, вау-вау, я нашла, я нашла свой способ Я говорю об этом маме Мама такая, а, то есть ты ищешь одобрение того, что тебе нравится От людей, которые тебе нравятся И я такая Из твоих уст, мама, это звучит ужасно Ну да, оказалось, что я реально при помощи этого способа любви Я не представляю, как я буду себя чувствовать, если рассказ, который я прочту, не понравится человеку Я буду раздавлена Поэтому, оказывается, я и та девушка из тиктока Наш способ любви, проявление любви Это делиться тем, что она нравится Но при этом надо получать еще взамен одобрение этого Вот, к макияжу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но не воском и не лазером Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok